В рамках Всероссийского дня посадки леса, который отмечается 20 мая, экологическая библиотека представляет для вас видеопрактику «От семечки до дерева». Представляете, как было бы здорово, если бы каждый человек на нашей планете попробовал вырастить из вот такого маленького, крохотного семечка, орешка или косточки, многовековое, полноценное, красивое, а главное, именно свое именное дерево. Как это можно сделать в домашних условиях, на примере кедра, сегодня вам расскажет Тюляков Николай Алексеевич. Я Тюляков Николай Алексеевич, пенсионер, уже 71 мот. Лет 14 я прочитал повесть Чавелихина, «Кедр» называется. И меня это поразило, что кедры растут у нас за Уралом, в Сибири, везде большое пространство. А, как сказать, в европейской части кедров очень мало. Чавелихи написывает, где какие-то посадки кедров существуют. В том числе он рассказал, что там три кедра растет на Кольском полуострове, такие описания были. И это мне запомнилось. Кедр, на самом деле, это не кедр, а кедровая сосна сибирская. Потому что кедры, они находятся там, где-то ближе к экватору, в более жарких странах, получается. А сосна сибирская, она отличается от других сосен тем, что иголки довольно-таки длинные, мягкие, и из одной точки выходит пять иголочек. Вот у обычной сосны выходят из одной точки две иголочки, получается. Вот у елки одна иголочка, а тут пять иголочек. И вот такими красивыми пушистыми ветками, как сказать, кедра растет. В городе Мочегурске, я знаю, по крайней мере, шесть кедров, которые, как сказать, были посажены где-то 50-60 лет тому назад, получается. Этим занимался лесхоз, и они в районе центральной усадьбы заповедника на берегу Чунозера посадили там участок, сейчас там живых 200 кедров, высотой где-то 4-6 метров, получается. И за эти полвека они не дали пока еще ни одной шишки. У меня мечта, чтобы в городе было не шесть кедриков, а гораздо больше. Но самое главное, чтобы не просто они росли, а были люди, которые заботились о них и понимали, что природе нужно помогать. Этим надо заниматься. И заниматься с душой, и чем больше людей будет этим заниматься, тем больше будет какой-то результат. И поэтому я предлагаю, что самое, вот то, что я делаю, получается, я могу помочь. Ну, в интернете можно посмотреть кедровая сосна сибирская, там есть, рассказываются технологии, которые делают. Но на месте приходится разные варианты делать. Вот что-то самое в холодильнике, не замораживать они много какое-то время, чтобы самое мокрое, они постояли, получается. Потом, как сказать, посадить в песчаный грунт. Вот. Потом я грунт усиливаю, ну, где-то нахожу, например, в светочном магазине покупаю грунт для хвойных деревьев, получается. Смешиваю с песком что-то еще и делаю разные варианты. И, в конце концов, вот, скажем, вот такие росточки улетают, он, как сказать, сажает в стаканчик, который, как сказать, самый уже проколотый. Здесь года полтора постоит, я посажаю более высокий, получается, в ведро можно посадить. И вот в ведре у меня, как сказать, самое, уже есть восьмилетние, 7-8 лет. Вот в этом году 8 лет исполнится. Они уже как и ветвистые, красивые. То есть то, что дома мы вырастим, а главное, где мы посадим, чтобы никто не выросл. Например, в экологической библиотеке посадили первый год. Одно кто-то выкопало, одно садо. Второй год посадили, трех не засчитались, получается. Вот сейчас 10 штук живет, но сколько вот сейчас снег уйдет, сколько живых останется. Тоже они естественным образом как-то гибнут. Люди топчутся, там еще что-то получается. И это надо продумывать. Ну а потом дальше, как они будут растут? Они посажены в небольшую ямку, небольших размеров. А через 20 лет будет место для этих корней. А когда они вырастут в 20-ти отварный дом, если корней у них не будет, они рано или поздно упадут. Вот. И поэтому вот такие вот варианты, вот об этом надо как-то думать, что-то делать. И вот то, что рассказывал Чумиликин о том, что кедры могут жить и здесь, но с участием человека. Поэтому людей нужно делать. Тут даже в Подмурманском росли, наверное, где-то они растут. В районе станции Имандра были посажены. Вот тут 100 штук, тут 100 штук. А сколько вырастет и сколько доживет до 800 лет. Вот это проблема. И нам нужно у них учиться жить до 800 лет. Мои знакомые присылают из Иркутска кедровые орешки, получается. В городе можно купить кедровые шишки и орешки, но они все, как сказать, подвержены термообработке и, как сказать, сходов не дадут. Порядка 20 тысяч вот таких ядрышек осенью мы получаем. После этого нужно было вымачивать, чтобы они размокли, проводить охлаждение. Только тогда, когда они почувствуют какой-то период холода, после этого начинает возрастать. Более того, нужно промыть марганцовкой, потому что они где-то плесниют, там какие-то грибки получаются. И, в конце концов, вот партиями я их высаживаю на подоконник, самый песчаный грунт. И они ждут какое-то время. И, например, в этом году, 31 декабря, я получил первый росток. Сотни ядрышек, так. Я сюда их высыпал, получается, перемешал с грунтом, с песчаным. И через какое-то время, ну, как сказать, долго ждать приходилось, и начинают они выскакивать. Бывает, штук 10 выскочат, бывает, или сам их вытащат, потом еще штук 5, потом еще 5. То есть, получается, что из этой сотни штук 20 ростков получается. Остальные остаются на следующий год, и снова могут давать урожай, а могут не давать урожай, получается. Вот такие они, само ядрышко вверху оказывается, под ним 10 иголочек, и створик, и там внизу небольшой корешок, который, так сказать, еще не опасно сломать, поэтому я его могу аккуратненько вытащить, и посадить в другую посуду, вот, например, в такой стаканчик. Вот. Тут тоже с песчаным грунтом. На стаканчик, сама посадили, на стаканчике сбоку шилом проделаны отверстия, для того, чтобы лишняя вода могла вытекать. И поэтому этот стаканчик ставим в другую посудину, и можно поливать сверху, и можно поливать прямо в посуду, получается. И ждать, когда, сама, он будет расти все больше и больше. Вот. Пересаживать из этого стаканчика, ну, сама, он через год, через полтора, получается. Потому что он растет медленно, выникает, и в конце концов он потом, сама, пускает корешки, их побольше, корешки очень нежные, поэтому, когда пересаживаем его в другую посудину, мы, как сказать, не вытряхиваем, а обрезаем эти стенки, и буквально земляным комнатным стаканчиком нужно пересадить, получается. И, самое, очень медленно и терпеливо нужно ждать, когда пройдет года 3-4, и после этого только можно искать само место, где на улице можно посудить. Вот за это время, за 3-4 года, выскочившие вот такие самокедрики, они не все доживают, потому что начинает сохнуть что-то еще. Все это зависит от того, как мы ухаживаем, какая земля, что-то еще. И, в конце концов, получается уже красивое, которое имеет несколько отвеслений от ствола, уже, как сказать, стволик становится более деревянным, деревенее, а не такой, какой вначале получается. И тогда нужно искать, где посадить. Обязательно нужно вылить очень глубокую яму и засыпать хорошим грунтом. А яма, почему глубокая такая получается? У нас самая естественная почва, несколько сантиметров, всего лишь 10-15 сантиметров, не больше. Но это годится, но они прорастут там года 3-4-5 после этого. А после этого там камни и некуда деваться получается. И такой кедр обречен на вымирание получается. Поэтому нужно учесть, что кедры могут прожить 800 лет. В Иркутске они, самые старые кедры в Забайкале, 600-летние. Так вот этот 600-летний кедр, который, самое, он имеет размер 60 метров высотой. Это 20 этажей дуны. Вот. А диаметр ствола у него 6 метров. Это очень прилично. Какие же должны быть почвы для них, чтобы он укоренился, стоял, что-то такое. И поэтому, когда мы усаживаем, то нужно учесть вот такое. Ну и, самое, приготовиться, чтобы вы 800 лет могли прожить. У кедров нужно учиться столько лет жить. Времени не хватает. За 800 лет я, наверное, не доживу. Поэтому я собираю соратников, особенно молодежь, которые могли бы сама мне помочь. И поэтому напротив библиотеки уже растет несколько кедриков, получается. Ну, три уже, за два года погибло потихоньку. Но я думаю, что-то выживет. И они очень, как сказать, нежные в самом начале. Поэтому я прошу всех, кто увидит кедрики, не трогать, не вырывать, не обламывать веточки, получается. То, что ухаживать за ними очень долго, очень кропотливо. И, самое, ждать нужно долго, получается. Ну, вот, дома у меня, самое, каждый год появляется 10 тысяч вот таких, не 10, а уже 20 тысяч вот таких, самое, ядышек кедровых, получается. Я их потихоньку, самое, превращаю в росточки. Росточки потом, как сказать, рассаживаю. Потом они что-то там гибнят, что-то выживают. И, самое, начинаю искать, куда это пристроить, кому раздать. Все желающие, кто хочет вырастить свой кедр, обращайтесь за семенами в экологическую библиотеку. Сделаем нашу планету, наш город зеленее. Спасибо за внимание.